Доброе утро, это Дмитрий Белоусов, вы мне звонили только что, а потом собак. Хотела с вами проконсультироваться. Да. Скажите, а у вас нет каких-нибудь седативных успокаивающих, что мы этим щенкам, может быть, дадим пить, чтобы можно было их поймать? Помните, вы уже дважды приезжали, и мы не можем поймать их. А кого именно поймать? Четыре щенка. Ну, там есть и собаки, но те собаки взрослые и проще. А вот эти вот убегают. Щенков куда потом вы будете определять? У вас есть куда их определить? Так и нет, в приют, мы же договаривались, что их всех возьмут в приют. Люди жаловались, писали куда-то, не знаю. Жаловались на щенков именно? Ну да, жаловались, потому что их много, и вот вы собак сейчас взяли. Я уже одну собаку, которую якобы злая, забрала к себе туда, во двор. А вот еще самый главный щенков, вот, потому что они начали лаять, тут беспокоят. Меня, например, не беспокоят у некоторых людей, а некоторые вообще не терпят и птиц, что летают. А какой возраст щенков уже? Ну, им уже, наверное, месяцев по четыре уже. По четыре? Да, если можно было кому отдать, это очень хорошее, такие щенки лают. Но я раньше стояла, я отдавала много щенков там на площади, сейчас у меня ноги болят, я не могу себе позволить это. Я понял. Значит, в еду средства нет, я только могу приехать, допустим, их сеткой поймать. Но по поводу щенков нужно все-таки определиться со стратегией приюта. Приют не принимает даже агрессивных собак сейчас, уже он полный. Поэтому проблематично взять четырехмесячных щенков туда поместить. В этом смысле. То есть, если их ловить, то за год уже договориться, кому их вручить. Может быть, кто-то согласится. Ну, тогда же вы забрали трех щенков, вы тогда забрали, и хотели забрать остальные, но они смогли поймать, они такие шустрые. И тут столько бурьяна, столько тут кустов, что они действительно поймали. Ну, вот, на счет отлова не вопрос, на счет того, что приют взял этих щенков, я считаю, это была большая ошибка с его стороны. Но мы это будем решать, впоследствии какая стратегия будет приюта. Ну, на счет отлова я вам, конечно, помогу, и лучше, конечно, определить, то есть, сначала их пристроить, а потом поймать. Ну, тех же приняли и договорились, что всех поймали, но тогда невозможно было поймать их. Я понял. Было время, когда можно было их всех собрать, но тогда тоже не забирали, и вот они выросли уже. Я их лично хожу, кормлю, на меня ругаются уже, что ты кармливаешь собак, и не только я кормлю, еще другие. Я понял. Прошу, я этот вопрос подниму, о том, принимают ли приют щенков. Я вас очень прошу, мне жалко, если можно было их куда-то отдать, это очень хорошие щенки. Весь город в щенках, коробки выбрасываются, не знаю, куда их кивают. Я не знаю, у нас был приют, я знаю, что такое, вот, приют возле приюта кидали нам в мешках, в сумках кидали кошек, собак и так далее. Да, ну да. Я вас прошу, если сможете решить этот вопрос, потому что мне жалко щенков, я боюсь, что когда-нибудь отравят. Они же нам отравили, и щенков, и собак, и несколько лет тому назад, и кошек отравили в прошлом году. Это понятно. Да, я вас очень прошу, если сможете, вот телефон мой есть, и я вас очень прошу. Я этот вопрос подниму на обсуждение, и как решим, я вам сообщу. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Всего доброго. До свидания.